Три письма, это где пошли первые абрикосы уже в виде плодов, причем спелых. Александр Васильев, спешу поделиться радостным событием. Ваша академия дал в этом году 4-й год после посадки. Второй урожай. В прошлом году 2 плода, а в этом 15. Опылитель, как я писал, высылал, так и не проснулся. Дело в том, что я все родословно приобрел в институте, я убрал это в каком институте, потому что как-то даже не лог стало. Почему? Потому что вроде бы триумфа с другой стороны. Не знаю, может слива, которая рядом академика опылила, нет, не опылила. Или он частично самоплодный? Да, он частично самоплодный. Вообще ему нужна пара. Так вот, я почему выделил эти 4 слова? Ему не пара нужна, ему целая компания нужна. Какой посоветуете заказать у Сергея Валерьевича? Понятия не имею. Вы представляете, что такое смешанный сад? Крупноплоды не сильно росли, это не ко мне. Значит, издеваться над абрикосами я никогда не издевался, а все они у меня привиты на манджурцы. И не привиты они рослые, и никогда я не выбирал слаборослые, и мне не нужен слаборослый. Мне нужен чем больше, тем лучше. Итак, это Московская область. Идем по порядку. Вот этот снимок был получен мною годом раньше. На тот момент, или двумя, сейчас не соображу, растут они уже больно быстро. Это академик, это из института. Один из трех самых мощных институтов, которые есть в нашей стране. И так наступила весна этого года. Я сразу хочу сказать, что, во-первых, результат давай посмотрим, а потом вернемся, потому что мне как говорят, друзья же, самые лучшие, вы учите как надо, а как не надо, не говорите. Потому что, ну вот я сказал, что не должно быть штампа. Ну сказал, ну и что. Чихали на мои слова, вся наука начинает от академиков. Вот свежее фото. Теперь мы видим, что этот окончательно умер. Вот, уже окончательно. Хоть посажем правильно. Сразу бросается в глаза штамп, который я считаю, что они неправильные. Разница. Ну, казалось бы, ну этот сибиряк, сибиряк, Москва. Вот, он не замерз, замерзнуть не мог. А этот-то почему мертвый? Я, ну, догадок много. Биологическая несовместимость с подвоем, раз. Что там за подвоем, два, мы понятия не имеем. Если там подвоем, а я не знаю, где и как в Европе, нам ничего не говорят. В прошлом вебинаре мы с вами обсуждали тему, на что привито. А тут вроде бы крутой питомник написал следующее. Подвой с сеянцем. И так, от подвоя зависит, какой подвой близко-родственник, дальний родственник. Внутривидовый, снаружи видовый, так уж я образно. Вот здесь вот огромная работа проведена, 30-летняя. Здесь получается так, что академик, он не сразу стал таким. Он и внешне изменился. И плоды, если помните, округлились. Я уже в отчаянии назвал, дал мне новое название. Потом подумал, подумал и с радостью дал название Курдюма. Но это мы будем проходить еще раз. Но факт случается в следующем. Значит, для меня основное обвинение против этого института, именно которого я не назвал, это штамп. И вот, наконец, мне человек присылает фото с академика, который выжил. То есть, Сергея Железова. Как вам эти плоды? Как вам вот эти плоды? Они так и растут парами. Вот. Очень похожи друг на друга. Обратите внимание на листья. Если болезнь европейцев, у груш это касается, и яблонь, и это, вспомните это, чертову прошу, и абрикосы, и вишни с вечным монолезом. Я всегда, когда такие фото получаю, радуюсь за плоды. Я всегда с ужасом. Ой, нету. Вот. А может быть, это, ведь подвой влияет. Понимаете, европейцы есть европейцы, ябруши. Но на Маньчжурце, на Дальневосточке, прием Дальневосточке. С чего тут будут эти-то, плесень-то, откуда она возьмется-то? Вот изувечили вот так вот, да? Все, дерево заболело, дальше жди беды. Ну, две назвал. Штамп и биологическая несовместимость, скорее всего. Мне еще одно смущает. Они обычно, этого не разглядеть, но третий назову. Прививка должна быть как можно ниже. Буквально, чуть ли не поверхности касаться. Я приводил много примеров. Как они легко восстанавливаются, когда прививка у земли. А если выше? А чем выше, тем она ненадежнее. Это я уже опять проходил. Раз. Вот. Тем больше влияние подвоя на привой-2. Нам надо, чтобы привой задавил подвой. А он же никуда не денется подвоя, он не умрет. А здесь умер. Видите? Вот сколько я вам наговорил. Идем дальше. И так, этого полюбовались. Вы согласны, что это академик? Мы еще сегодня академик увидим. Вот. Но уже фальшивая. Второе письмо пришло от Катерины, которая, она является администратором моего сайта. Так. Она тоже заболела. Заболел Сафронов. Антон Валерьевич. Заболел Денисенко. Вот. Ждал. Я уже и забыл, что это. И вдруг у нее сеянец фаины дал плоды. Какой он будет? А я никогда сеянцев не выращивал. Культурные. Никогда. Не мое это. Потому что у меня нет еще одной жизни. Вырастил бы. Еще бы лучше, может, чем даже привитая. У меня есть мысли на этот счет. А пока человек берет мою фаину, которая должна была. А ведь это Челябинск. Вместо того, чтобы замерзнуть. Там были страшные морозы. Сильные запроски весной. Вот. Все облетело. Ну, два плодика. Да я этим плодиком радуюсь так, как будто здесь целое ведро висит. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok